Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мир, да и мы с вами находимся в состоянии какой-то обреченности, как будто мир приближается к катастрофе, которую невозможно предотвратить. Что творится на телеэкранах, как фонтанируют фейками интернет? И вот на этом фоне у людей отнимается главный жизненный стимул – надежда. Кажется, что тяжелая тьма опускается на землю и окутывает ее черным погребальным покрывалом. И это не политическое потрясение и неожиданные житейские трудности, а какое-то ощущение метафизической трагедии, в которую пытаются включить всю землю. Если есть ли выход из этого состояния, есть ли способ духовной реанимации, можно ли, если не повернуть, то, по крайней мере, приостановить этот процесс эскалации зла? Нам предлагали и предлагают различные рекомендации и утешения. Больного убеждают, что он здоров. Часто рисуют утопические картины, похожие на сказания о блаженных островах. Но это сегодня мало помогает. «После подобных допингов наступает еще больший упадок сил. После иллюзии, возбужденной гордыней, еще большее разочарование». Где же выход? И есть ли он? Ответ мы можем найти только в одном чистом источнике – в Священном Писании. Которое не лжет, не заблуждается и не вводит в заблуждение других. В тяжелые времена истории пророки призывали народ к всеобщему покаянию. Они призывали каждого увидеть свои грехи и почувствовать свою ответственность за них. Они призывали народ оставить идолов и вернуться к Богу его отцов. Ведь только через покаяние начинается возрождение. «Только через боль тяжело больной возвращается к жизни человек, не чувствующий боли, мертв». Душа, не чувствующая своих грехов, превращается в труп. Другого пути нет. Или покаяние, как единственный путь к Богу, или потеря Бога и обреченность. «Только чаша покаянных слез может перевесить на суде Божьем море человеческого греха». Нельзя сказать, что в нашем обществе исчезло добро. Это было бы неправдой. Еще есть, к счастью, много примеров доброты, сострадания, служения людям. Но трагедия в том, что люди как будто забыли о покаянии. Кажется, что какая-то темная сила украла у нас этот великий божественный дар. Это воскресение души еще до смерти телесной. А ведь благодать возвращается тем путем, которым она уходит. Благодать оставляет нас из-за наших грехов. А грехи, в свою очередь, становятся семенем тех терний и колючек, которыми зарастают наши преждецветущие поля. Грехи становятся преддверием тех катастроф, приближение которых чувствуют души людей, даже далеких от Бога и от веры в Него. Не думается, что наша ошибка в том, что мы оправдываем себя. Мы ищем причину своих несчастья его вне. И потому евангельский призыв к покаянию не находит живого отклика в нашем сердце. А если мы и каемся, то как часто ритуально и формально, как бы забывая о трагических последствиях греха. И на самом деле вот этот вопрос очень важен. Ведь это один из кардинальных вопросов христианской нравственности. Но если позволите, на эту тему мы поговорим в нашей следующей передаче. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok